Сегодня у нас приветствует константин комаров, он сегодня вам прочитает лекцию, про приветочек. У меня большая просьба, я понимаю, что очень много вопросов будет, постарайтесь, для себя выделить важно и не больше двух вопросов лектору, потому что он сегодня первый раз у нас читает, ему немножко может быть будет тяжело, поэтому с толерантностью, пожалуй, много вопросов не задавать, так чтобы лектору было удобно, и в то же время полностью сидеть, не задавать ничего не надо, быть интерактивными и доброжелательными. Представляю вам Константина Комарова. Спасибо. Сразу хочу сказать, что если будете задавать вопросы, мне это даже где-то будет легче, потому что прочитать ответ на то, что интересует, чем рассказывать, что действительно интересно. Значит, я понимаю, что здесь собрались люди, которые имеют некоторый опыт разведения содержания креветок и, может быть, есть люди, которые только планируют заводить креветок, поэтому коснуться здесь всего. Изначально расскажу о видах креветок, о условиях содержания, как подготовить правильно воду, как запустить эквариум для них. Для тех, кто имеет опыт содержания, это будет очень интересно, потому что не берите терпение, а дальше будет для вас информация полезна. Значит, отдельно хочу коснуться вопроса, который мне задают постоянно мои клиенты, где-то с недели точно я рассказываю, как это работает. Это донный фильтр. Как запустить эквариум на донном фильтре, почему он работает лучше, чем обычные фильтры, ну, по крайней мере, такое вам мое мнение, и какие есть схемы вообще этой работы. Покажу вам картинки, покажу последние веяния моды креветочной, расскажу вам, вернее, покажу последние селекционные новинки, которые в мире есть, ну, и, может быть, кого-то удивлю ценами, которые сейчас в мире есть на те новые виды, которые выводят. И 5-го числа, 5-го февраля в Германии закончилась 9-я международная выставка аквариумных креветок. Информации пока еще крайне мало выложено в интернете с этой выставки, она проходила в Германию. И, ну, кое-какие фотографии оттуда есть, фотографии креветок-казеров есть, и я ее вам тоже покажу. Так что, если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Напомню, меня зовут Костя, подняли руку, и задавайте. Поехали. Поехали, да. Ну, для начала расскажу не по спросим. Разведением содержания креветок занимаюсь уже более пяти лет. Начиналось все, вот, с такой вот ложечки с маленького аквариума на пол-литра. Ну, а на сегодняшний момент являюсь хозяином интернет-магазина «Шаракура Кукель». Это товары для содержания разведения аквариумной креветки. Дома у меня стоит 12 аквариумов. Почему-то это число постоянно растет, да, и обтрубняется литраж. Общий литраж сейчас у меня 950 литров. Аквариумы от 30 литров до 260 литров. То есть, ну, самые разные объемы, в зависимости от того, какое количество креветки там живет и для каких целей вообще он создается. Значит, за эти пять лет уже собралось у меня большое количество опыта. Плюс опыт мне добавляют мои клиенты, которые покупают товары. Мы уже звонят по двум вопросам. Либо приплести что-то, либо поделиться проблемой и найти путь решения этой проблемы. Соответственно, пути решения мне тоже становятся известны. Ну, для начала я вам расскажу о видах креветок, которые наиболее популярны среди аквариумистов. Основные виды как раз представлены на втором этаже на выставке. Первое, это не аквариуми, с этих креветок обычно начинают аквариумисты, потому что они не требуют больших вложений в обустройство аквариума и менее привередливы к параметрам воды или хорошей выживаемости, скажем так. Потом будут не аквариуми, это красный кристалл, тайвань, тигры, соловецкие креветки и кардиналы, отдельных надо выделить обязательно. Также на выставке представлены фильтраторы, представлены аквариуми. Это вот те основные виды креветок, которые наиболее популярны. Ну, начнем с не аквариуми. Значит, изначально не аквариума вот такая. Это в природе, она такая практически бесцветная, по параметрам содержания никак не привередливая. Жесткость воды, в которой она живет, может быть от 5 до 35, температуру выдерживает от 17 до 30. Но это не значит, что можно взять, скажем так, из 17 градусов воды и просить, в 30 будет ей все хорошо. То есть это все относительно. Самое главное при содержании, разведении любой аквариумной креветки, это стабильность параметра воды. То есть если мы этих креветок в основном держим в водопроводной воде, но водопровод в каждом городе, он отличается. Даже в пределах, я живу в городе пригоров, у нас три источника водоснабжения. И в каждом выхожу в эти источники вода имеет свои отдельные параметры. И если я бросаю, допустим, с одной водой в другую резко креветку присаживаю, она в большом количестве вероятности, в проценте вероятности она может умереть. Я так получал первую свою креветку-не-картинку. Трабовую мэрию человек из Днепропетровска, держал ее на воде из скважины. Ну и пришел домой, получил, открыл пакет, проверил уровень жесткости. Ну он был в два раза выше, чем у меня в этот параметре. Он думал, привет, железобетонная, ничего с ним не станется, сейчас я ее брошу. Ну из 100 штук первую неделю у меня вымрало 60, остальные 40 адаптировались и уже через полтора месяца радовали меня в женском потомском. То есть вывод какой? Она адаптивная, но лучше все-таки перестраховываться и подгонять параметры воды, в которых она жила изначально. Если же совсем отличается вода от той, где она жила, и какая у вас, подготавливаем в наш аквариум вот те данные, которые были у предыдущего хозяина, и потом каждую неделю по подменам мы выравниваем эту воду на те значения, в которых мы будем держать их сами уже у себя дома. Значит, что касается неаккордин, вот этой природной формы, еще плюс и минус в то же время, то, что она хорошо адаптируется под расцветкой, под окружающую среду. Именно это позволило селекционерам вывести различные цветовые вариации. Это фотографии из интернета, это не мои фотографии, но для того, чтобы понять, в каких же цветах, у этого достаточно. Большая часть этих расцветок у нас как раз есть внизу, наверное, на выставке. Тоже у тайваньцев видно, есть шоколадная креветка, просто молочный шоколад, а это черный шоколад. Ну, просят за нее 50 долларов. То есть, хоть мы привыкли, что неаккордина – это креветки, которые, ну, скажем, не сильно дорогие, но есть исключения. Вот зеленая креветка – это из новинок, из последних. Ну, по неаккординкам это, в принципе, все основные расцветки. Как же обустроить аквариум для неаккординки? Нам понадобится аквариум, возможно, небольшого размера, в зависимости от того, какое количество животных вы хотите туда посадить. Берем аквариум, берем самый обычный, любой нейтральный грунт. Это может быть песок, это может быть галька, базальт, варц, то есть все, что угодно, любая цветовая гамма, которая вам приятна для глаз. И надо учитывать то, что креветка смотрится интересным, если она контрастирует лимонтон. То есть, там была креветка-снежилька белого цвета, если ее посадить на светлый грунт, понятно, мы ее не увидим. Если посадить на темный, мы будем наблюдать, радоваться, смотреть, как классно смотрится. В плане подготовки воды, опять же, сильно не надо заморачиваться, это креветка более-менее живучая. И можно просто использовать аквариумный водопровод, некуда их прямо справа наливают, ну все зависит от той воды, которая у вас в городе. Важный момент, эта креветка крайне хорошо плодится. И из-за того, что она хорошо меняет цвет в природе, в потомстве у нее картины большой процент выбраковки. Что такое выбраковка? Если вы держите, допустим, кровавую мэри, темно-красная креветка, то в потомстве у нее могут быть и обычные картины, могут быть желтые, синие, зеленые, все зависит от стойкости той линии, которую вы покупали. То все цветовые вариации, которые вас не устраивают, их надо убирать. Иначе в сантиметровом размере, даже чуть раньше, самцы достигают полововой зрелости и, как обычно, молодые, активные, оплодотворяют самок. И получаем в аквариуме буквально через 3-4 месяца, непонятно, что линию, я помню. Но в конечном итоге все сведется к природной форме, то есть будет оно все невзрачное, скажем так. Да, жалко, вроде как, живое существо. Кто-то раздает, кто-то спускает в унитаз, кто-то им кормит другую живность, там, аквариумных рыб или, там, морские кораллы. То есть это уже кто-на-что гораздо. Но если хотите поддерживать чистоту линии в своем аквариуме, то держите, пожалуйста, без выбраковки. Если это аквариум для души, то есть без преследования коммерческой цели, то можно взять микс. То есть разных ребяток разных цветов, они будут между собой скрещиваться. Но опять же, все, что блеклое, все, что там не до желтого, не до красного, не до синего, это все должно убираться. В этом случае вы сможете нормально поддерживать красоту в своем аквариуме. Также неокордины хороши для аквариумов с рыбами, потому что провалятся быстро, и рыба их подъедает, и медко остается. Ну, поэтому все будут довольны. Скорость их размножения удовлетворяет даже. Следующий вид, вернее, это даже рот аквариумный, креветок популярный, это коридины. Они делятся на кристаллов в Тайване, тигров, кардиналов и еще ряд из креветок, но мы остановимся на наиболее популярных. Креветка – красный кристалл. Тоже у нас представлены на выставке. Этот рот изначально черно-белый был. В 1996 году японский селекционер по фамилии такой, запоминающийся Сузуки, выиграл красную форму, и другие селекционеры повторили этот опыт и достигли успеха. И сейчас красный кристалл даже более популярен среди аквариумистов, чем черный. Есть своя классификация красного кристалла в зависимости от цветовой гаммы. В зависимости от рисунка. Самый низкий класс – это класс А. У него будет 4 полоски красных. Среди начинающих аквариумистов по пианджер – это наиболее популярный класс креветки. Это наиболее популярный класс креветки, потому что яркие полоски, они, скажем так, более контрастные, более интересные. Но в плане селекции они наиболее простые. Класс Б, класс С. То есть видите, сколько отличается качеством, количеством белого и красного пигмента. В классе С сразу идем 3 вида. Это тигровый зуб, В тип и 3 белых полосы. 2 С и 3 С. Чем выше класс, тем дороже креветка. Но это не значит, что у нас приходит каких-то особых условий жизни. То есть в основном они в аквариумах живут у людей все вместе. То есть как С класс, так и 3 С. Кто хочет, тот делает выбраковку. То есть тот класс, который мне надо, они убирают. Ну а также вот фотографии с интернетом. Это выставочные экземпляры японские. Качество белого пигмента, конечно, шикарное. Это снежинка. А не снежинка, а горнон без золотая пчела. А вот это снежинка. У тайваньцев за эту креветку просят 1,5 доллара. А за эту креветку просят 10 долларов. Отличает количество белого пигмента. Я это понимаю, что это из-за селекции. Белый цвет, качественный белый цвет удержать сложнее. Ну это супер-кристалл. Супер-кристалл. Так, как же для кристаллов обустроить аквариум? Значит, это более привередливые приветки, чем некордины. Они требуют жесткого контроля над качеством параметра. Первым рядом слышно. Первым рядом слышно. Сначала вот тут стояли. Вот тут? Нет, сначала стояли до сих пор, но тут не было хорошо. Ну тогда я не могу показывать. Ладно, я буду рассказывать здесь. Когда буду показывать, я буду уходить в сторону и молчать. Хорошо? Так, значит, по поводу кристаллов. Давайте даже не так. Я вам сейчас покажу следующую селекционную форму. Это тайвань при ветке. Они, скажем, более насыщенные цветами. Это, опять же, у нас есть представители на выставке. По условиям содержания и кристаллы, и тайвань, они примерно одинаковые. Поэтому я покажу картинки в Тайване и расскажу уже, в общем, как их держать в аквариумах. Вот это называется халк или пинг-понг из-за своего цвета, красок. Они появились сравнительно недавно. Вернее, как отдельный привет выделили сравнительно недавно. Интересно то, что изначально халки попадались и ранее, когда их выделяли как отдельный подвид. Но это была прикрытовка, ее выбрасывали. А потом кто-то из селекционеров сказал, ребята, это же редкость, это же надо как-то продавать. И назвали его халк. Звучное название, интересный цвет. Что касается самого содержания и разведения этой приветки. Значит, тут нам понадобится уже специальная группа. На акварце, на базальте содержать эти приветок крайне сложно, потому что они требуют параметра воды, определенного промежутка. Значит, по жесткости аквариумной, общая жесткость должна быть в пределах от 6 до 8 единиц. Это оптимально для их содержания. По кислотности это должно быть от 5,5 до 6,8. Без специального грунта очень тяжело удержать эти параметры, потому что водопровод задирается все время вверх. Там идет уже кислотность по 7,5, 8, 8,5. А приветка, кристаллы этой ваннии это уже плохо переносит. Значит, что для этого надо? Основной помощник, особенно для начинающих в 2 месяцах, это специальный грунт. Да, он стоит денег. Мешок 8 литров стоит примерно плюс-минус 1000 гривен. Но 8 литров для большого аквариума это будет нормально, а для маленького аквариума необходим всего лишь грунт 3-4 сантиметра. То есть, в принципе, не такие большие деньги. Грунты продаются и маленькими фасовками. Какие же грунты? Значит, есть масса производителей, которые делают такие грунты. Очень известна марка Ада японская. Есть Клювалу, Джибель, Деннерли, Ксература, Кенебачи. В общем, масса производителей. Но кто захочет вникнуть в это дело, столкнется с такой информацией, что каждый из этих грунтов имеет свою специфику. Например, грунты Ада на старте, первый месяц, требуют литерных и больших подмет. То есть, мы сливаем воду и заквариум, а заливаем новую. Мы вымываем излишний нитрат. Потому что, если мы их оставим, креветки отравятся и просто на посту мыют. То есть, для быстрого запуска эти грунты не годятся. Хотя, по своей структуре, по внешнему виду они угольно-черные, они очень красиво в креветочнике смотрятся. В выставочных аквариумах грунт плевал. Кто-то его любит, кто-то недолюбливает. По цвету, по внешнему виду отличный. По нитратам тоже есть вопросы. То есть, надо контролировать этот момент. Быстро запустить не стоит. У Деннерли, у Жи-Бель запустили грунты они не так давно. Отзывов еще мало. То есть, надо пробовать. Поэтому, кто хочет, тот находит и запускает. Своих аквариумах я пользуюсь такими брендами, как Ширакура и Глазгарден. Это японский бренд Ширакура, немецкий Глазгарден. Но производится все в Японии. Как и остальные, я это понимаю, Япония – это страна монополистный креветочный грунт качественный. Значит, почему именно эти? Они не выделяют аммони, нитриты, нитраты в воду при запуске. То есть, если местный аквариум, я смотрю, что он уже не выдерживает те параметры воды, которые мне нужны. То есть, его нужно воду-два проработал, он уже выдохся. Ну, что я делаю? Я сливаю максимальное количество воды с аквариума старой, меняю грунт, заливаю эту воду обратно, доливаю, ну, за то, что не хватило, свежей водой. Ночью у меня фильтры работают, убираю все взвеси, и креветок на утро я уже возвращаю на место. Если это прочие грунты, то необходимо ждать где-то около месяца для того, чтобы аквариум созрел, чтобы запустился биологический процесс, чтобы расселились по грунту бактерий, которые мочи вину, креветок, и остатки растений, как лучше, то есть, аммиачные соединения. Есть бактерии, которые их съедают, перерабатывают и производят нитрит. Другие бактерии поедают этот нитрит и производят нитрат. Нитратные соединения уже мы вымываем водой подменными и их поглощают с целью роста растения, которые у нас есть веточник, как пухи, папороны, ну, типа, ну, у кого что растет. То есть, на грунтах широко ровно с гартами, я их запускаю быстро. Не боюсь, что они там урут, но это уже из личного опыта проверено. Есть еще грунт, называется Акадама. Специфический грунт. Минимум три недели надо, чтобы аквариум выстоялся. Его плюс только то, что он делает более кислую воду, то есть, плашка там идет в пределах пяти, пяти с половиной. Для Тайвани это хорошо. Но имеет рыжий цвет, и всем нравится. Более крупная фракция. Изначально это грунт для японского искусства бонсай. То есть, для креветок приспособили бы уже мы аквариумисты, потому что, ну, парамель такие держит. Но надо учитывать, что это не креветочный грунт, он специфичен. У кого-то на нем все получается, у кого-то ничего не получается. Почему он заманивает людей, это своей ценой. То есть, он раза в два дешевле, чем вот общий предмет для креветочных грунтов. Следующий вид креветок – это тигры. Тигры являются... Сейчас я вам покажу природную форму. Природная форма тигра. Подвозки. Цветка имеет другой отсутствие. Но, опять же, путем селекции их вывели уже в другие цвета. Природная форма тигра. Это одна из самых дорогих креветок, если выбрать именно тигра. Это мой тигр. Один одиночник остался. Развести их мне не получилось. Это мой креветочник. Но, к этому мы немножко позже вернемся. Что касается тигра. Значит, те, которые... Меня слышно? Да. Те, которые природные формы, вот теперь вы видели тигра, не сродни не аккордины. То есть, они требуют карбонатную жесткость. Они могут жить в водопроводе. И, если водопровод не подходит, мы можем взять осматическую воду. Мы можем... Алло, алло. Раз, раз. 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 Давайте посмотрим, что попробуем. Мы можем взять осматическую воду. Добавить туда специальный минерализатор. То есть, мы насыщаем воду без минералов. Насыщаем обратно полезные минералы, те, которые нужны для этой креветки. И уже после этого выливаем эту воду в аквариум. Что касается вот таких креветок, то есть, уже селекционных, те, которые прошли долгий путь по выбраковке, у них здоровье подорвано, они уже начинают испытывать нужду в стабильности параметров воды. И их, по-своему, уже пересаживают на специальные руты, так же, как Тайвань, так же, как Кристалл. У Украины вот таких креветок я знаю только одного человека. Это он в Киеве находится, Александр Лупитин. Это его креветка. Стоимость такой креветки примерно 500 гривен за одну штучку. Вывести, развести их у меня не получилось, хотя я их пробовал два раза. Но видно, есть какие-то секреты по селекции. Если есть желающие, то можете тоже попробовать. В принципе, по условиям жизни, к играм нет особой сложности, если только это невысокоселекционная форма. Поэтому для высокоселекционных мы держим, как Тайвань, как я рассказывал раньше, а для неселекционных мы можем играться под упроводом, или же есть специальные минерализаторы, которые восстановывают обратный космос, они тоже там будут вкладываться. А по поводу об устройства кремета, я не могу сказать. Раз, раз. По поводу об устройства кремета, я не могу сказать. Расскажу. Раз, раз. Раз. Можешь так попробовать. Так лучше, наверное, будет. Значит, по поводу об устройства креметочников. И смотрите, тут картинки красивой не будет. Это аквариумы для разведения. То есть, тут исследуется совсем, скажем, другая цель. Здесь надо, чтобы креметкам было комфортно, а не просто красиво. Значит, большое количество мха, папоротник, укрытие в виде горячки, это фаркус челла, минеральные камушки и донный фильтр. При таком, именно, виде аквариум, при таком запуске, по крайней мере, по моему опыту, наиболее лучшие разводы церквисталов производятся от реван. Ну, приятный, кто должен себя действовать. Среди нас параметр разводы достигается нормально. Зачем такое количество мха? Когда мы пользуем порошковыми кармами, специализированными, то маёк, который в основном висит, маёк, который ищет себе укрытие, он как раз таки вот в бомху в этом прячется. И куда бы он не залез, в хорошую форму обязательно его, скажем так, найдёт. Уже разлетается по всему опыту. Ну, а маёк его задерживает, так, чтобы он не остался на пиктрак, и там создаётся строение микрофлора, и маёк нормально поднимается на вот именно при такой гуще расчет. Когда растений мало, всё, что осталось на грунте, всё, что осталось на маёк, от пикра, то маёк может съесть. Но всё, что упало в грунт, провалилось, маёк уже его не достанет. Это уже привилегия более взрослых креветок. Но, опять же, при накоплении большого количества осадок форма мы получаем проблемы в акваре в виде нежелательных жителей таких как ланарий. Ланарий такой плоский червячок, я точно не подумал сделать фотографию, показать его, но вы его узнаете, не шивётесь, это его треугольная голова, как змеёк. Глоковский червячок. Он завазит под жаброй приветки, может там немножко жить, ну, потом приветка умирает и ланарий его съедает. Если это единичный случай плонария в акваре, там одна, две штучки вы увидели, ничего страшного. Взяли такую-то спунжик, вытащили его и всё. Но, если это носит массовый характер, когда выключаете свет, там, что 20-30 на стёпках сидит, это говорит о том, что пора что-то делать. Либо перезапуск реводочника, если это неокординка, то есть вытащили грунт, помыли его и обратно положили. Или же приходится специальными средствами, лекарствами, химическими дисциплинами и проводятся в акваре. Есть специальные препараты, вносятся в аквариум 3 дня в основном. За это время червяки умирают, но при этом остается жизнь врача. Но при этом есть своя техника безопасности, когда столкнётесь вам и рактажа в том, что будет продавать эти препараты. Но в целом это увеличить аэрацию и увеличить фильтрацию. Потому что червяки луковые, белок быстро разлагается, можно подриспортить и треветка может просто на протяжу доткнуть. Следующий бит это целовеские треветки. Треветки целовесия это треветки эндэнки. Они живут на огнём воево-остром, остров сложно, если это эндэннезиа. Остров ухомничьего происхождения и когда поднялась земля из воды в нишах осталась морская вода в озерах. Морская вода со временем опустилась и те, кто сумел подпособиться именно этой пресной воде, те уже, кто не успел изгнить те уже. Больше этих билетов не встречаются на день в эти воде. Когда их нашли недавно, то ведь не перед того просто отшоки от тех цветовых рассветов, которые присущи только морским жителям в основном огваре и здесь открывают красотку. Вот это фигня размером максимально это полтора сантиметра очень довато. Есть докуменация на очень пухлевое действие. Много отзывов против директора если включение света в окна не ведет их гибели. То есть они не убирают свои силы. То есть если выводим эти предметы надо включить основное включение и выключение света. чтобы сохранить их жизнь. Крепотик кардинал это не более предметов в обице. Он у нас трех трех раз 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 раз